Всем привет! Давайте поговорим про идеальную игровую мышь. Какой она должна быть? В силу особенностей своей работы, я постоянно в поиске такого идеала и перепробовав кучу девайсов заметил одну вещь. Есть много хороших мышей, но у каждой из них свои недостатки, а все достоинства никак не могут собраться в одном устройстве. Недавно я провел небольшой социальный опрос, какой должна быть идеальная игровая мышь. И вот какие ответы я получил. Легкая. С хорошим сенсором. Без задержек. Без провода. Подпальцевый хват. И с хорошей автономностью. Без батареек. Она должна быть тяжелая. Удобная. Идеальная мышка – это тачпад макбука. Вот он. Вот это идеальная мышка. Каждая из пунктов вполне обоснованная, но найти мышку, которая бы подошла под все эти требования, мягко говоря, сложно. Хотя мне кажется, я смог найти именно такую. Даже несмотря на парадоксы. Конечно, не все со мной согласятся, ведь даже понятия удобные для всех разные. Хотя бы потому, что ладони разные. Поэтому сделаем так. Я расскажу вам про свой идеал, а вы в комментах про свой. Мой вариант Logitech G703. Мышь с удобной формой, отличным сенсором, большими ножками, без проводов, без задержек, без батареек, легкая, тяжелая и что там еще было по пунктам. Мне она настолько понравилась, что я решил сделать ее обзор. Это не будет первое впечатление, потому что мышкой я пользуюсь уже около трех месяцев. Начнем с внешнего вида. Это игровая мышь, но тут нет экранов, подсветки со всех сторон и агрессивных вставок а-ля ноздри Optimus Prime. Я бы сказал, что дизайн вообще не игровой или рассчитан на взрослых геймеров. Из украшательств только RGB-подсветка логотипа и колеса прокрутки. В целом, дизайн спокойный и приятный. Хотя для тех, кому он покажется скучным, существует вариант с белой вставкой. Удачная форма перекочевала от предыдущей модели. Мышь очень удобно держать пальцевым и ладонным хватом. Боковины цепкие, благодаря резине и soft-touch пластику, из которого выполнен корпус. Вообще, качество сборки радует, ничего не болтается и не лифтит. Весит девайс 107 грамм, не больше многих проводных аналогов. Балансировка отличная. Никаких перевесов назад, как это часто бывает с беспроводными мышками из-за аккумулятора. В комплекте идет дополнительный грузик еще на 10 грамм, но с ним баланс уже не такой идеальный. И переходим к нашим парадоксам. Мышь действительно с аккумулятором, которого в среднем хватает на неделю. Но если прикупить индукционный коврик PowerPlay, то про зарядку можно забыть. Кроме того, в комплекте идет гибкий провод в тканевой оплетке. С ним можно играть и заряжать мышь одновременно. Кстати, иногда я забываю про провод и играю с ним, пока он за что-нибудь не зацепится. И тут следующий парадокс. Нет абсолютно никакой разницы в отзывчивости мыши с проводом и без него. Как заявляет Logitech, их беспроводная технология Lightspeed обеспечивает отклик в одну миллисекунду, как у игровых мышей с проводом. Но для лучшего отклика рекомендуют все-таки, чтобы приемник был в прямой видимости мышки. Для этого его можно подключить через комплектный провод и вывести в удобное место поближе. Я так никогда не делал. И вообще, мышь уверенно работает даже на расстоянии одного кинозала, когда сидишь в первом ряду, а приемник у киномехаников. Я проверял. Практической пользы от этого мало, но факт интересный. Идем дальше. Тут установлен оптический датчик Pixar3366 с максимальным разрешением 12000 DPI, который уже хорошо себя зарекомендовал. Сорвать указатель невозможно, что бы вы ни делали. А за обработку отвечает 32-битный ARM-процессор. И, конечно, есть память для хранения настроек и макросов. Тут же видны две огромные тефлоновые ножки, которых должно хватить на 250 километров. Они очень хорошо скользят по любой поверхности. Это еще один момент, из-за которого мне нравится этот девайс. Мышь имеет 6 клавиш, каждую из которых можно переназначить или забиндить макрос. Под основными кнопками установлены переключатели с ресурсом 50 миллионов нажатий. Все они нажимаются легко, клик чувствуется. Колесо тихое, с отсечкой, но энкодер здесь механический. Боковые кнопки достаточно большие, отличаются глянцевым пластиком, легко находятся и случайно не нажимаются. Есть свой софт, универсальный для всех игровых устройств Logitech. В нем настраиваются кнопки, записываются макросы, меняется чувствительность сенсора. Его можно откалибровать под ваш коврик, управлять подсветкой и смотреть, как это влияет на время работы батареи. А когда останется около 30 процентов заряда, на экране начнут появляться уведомления. Дублировать это предупреждение будет индикатор на колесе мышки. Сбалансированных беспроводных мышей немного и Logitech G703 одна из них. Она одинаково хорошо работает как с проводом, так и без него. Мне сложно было ее не хвалить, потому что на данный момент для меня эта мышь идеальная. Субтитры сделал DimaTorzok